Рекорд Кучерова, подвиги Бобровского, голы Панарина и Радулова. НХЛ Комру о главных моментах недели с участием россиян. Поехали! Нападающий тампы Никита Кучеров набрал крейсерский ход и продолжает громить соперника. В двух играх недели Кучеров набрал 7 очков и помог Лайтнинг продлить серию беспоражений в основное время до 12 матчей. А во встрече с Эдмонтоном установил личный рекорд, набрав 5 баллов за игру, гол и 4 передачи. С 57 баллами Кучеров занимает второе место в споре лучших бомбардиров лиги. Не будем забывать и про Андрея Василевского, порадовавшего нас эффектным сейвом на капитане Оллер с Коннери Макдэвиде. Сергей Бобровский, признанный НХЛ первой звездой прошлой недели, за 4 игровых дня трижды вышел на лед и отразил 102 броска из 106. Главный перформанс удался в ротарю в матче с Нью-Джерси, в котором он сделал 39 сейвов и оформил второй в сезоне и 26 в карьере шат-аут. Успехи Коламбуса неразрывно связаны и с отменной игрой Артемия Панарина, за 3 игры забившего 2 гола и сделавшего 3 передачи. В матче с Флайерс Панарин пятый раз в сезоне набрал 3 очка, забив гол и сделав 2 передачи. А на следующий день в игре с Дэвилс забил 11 гол в сезоне и сделал 28 передачу. Илья Ковальчук выиграл рубрику «Возвращение недели». Нападающий восстановился после травмы и в первом же матче оформил дубль, забив в том числе в овертайме в ворота Сан-Хосе. Это были его первые очки после молчания длиной в 11 матчей. Александр Радулов тоже отметился голым в овертайме в матче с Миннесотой. А всего на его счету оказалось 3 очка в трех встречах. Всего за минувшую неделю голы забивали 8 россиян. Это также Артем Анисимов, принесший Чикаго победу над Флорадо. Андрей Свечников, в игре с Детройтом забросивший свою 10-ю шайбу в сезоне. Владимир Тарасенко, забивший единственный гол Сент-Луиса в поединке с Ванкувером. И Евгений Додонов, забросивший победную шайбу Флориды в матче с Детройтом. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. Пока!